На этой неделе в Тверском областном суде вынесен обвинительный переговор по делу Павла Гувши и Романа Кудрявцева. Председательствовал по делу федеральный судья Борис Райкис. Преступная деятельность 27-летних жителей Твери и Калининского района была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Тверской области. По сути, спецслужбы перекрыли международный канал поставки в Россию крупной партии наркотических и психотропных средств. Следствием установлено, что Кудрявцев организовал и привлек к этому делу своего знакомого Гувшу контрабандную поставку наркотиков из пяти западноевропейских стран, а еще поддельную иностранную валюту из Китая. Для пересылки использовался канал международной почтовой связи. Несмотря на все предпринимавшиеся меры конспирации, на все организационные мероприятия, которые достаточно жестко осуществлялись в рамках этой группы, чтобы не быть разоблаченными, тем не менее ее деятельность была раскрыта. И само по себе раскрытие этого преступления свидетельствует о достаточно конструктивных взаимоотношениях между органами наркоконтроля разных стран, поскольку первоначальная информация о возможной деятельности этой группы была получена из одной из западноевропейских стран. И дальше, в принципе, действовали наши правоохранительные органы в определенном взаимодействии с органами наркоконтроля этой страны. У Кудрявцева и Говши изъяты в общей массе почти полтора килограмма наркотиков, готового к распространению. Средняя цена, предназначенная к сбыту ГАШ-Ж, ЛСД и амфетамина, превышает полтора миллиона рублей. Это поставлялось именно в наш регион. Распространяться это все должно было на территории даже не всего региона, а именно города Твери. И определенный период времени распространялось. Правда, достаточно непродолжительная их деятельность в соответствии с тем, что было установлено по делу, начиналась в январе и была пресечена в апреле 2018 года. Санкция статей, предъявленных наркозбытчиком, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Кудрявцев обвинялся в совершении 30 преступлений. За некоторые из них предусмотрено пожизненное лишение свободы, а именно за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах на территорию Российской Федерации и за пересылку наркотических средств и психотропных веществ в настоящее время предусмотрено очень серьезное наказание. Минимальное 15 лет лишения свободы, максимальное пожизненное лишение свободы. Скорее всего, когда начиналась эта преступная деятельность, никто из подсудимых не задумывался о том, какое наказание может быть назначено за такие действия. В принципе, наверное, была надежда на то, что эти действия не будут раскрыты. И представляется, что осознание того, что может грозить за них, пришло только тогда, когда они уже оказались, скажем так, не на свободе, а были задержаны. И, собственно, наверное, осознание того, что может быть, привело их к тому, что они достаточно активно сотрудничали со следствием. Кудрявцев дал явку с повинной по тем эпизодам преступной деятельности, которые органам следствия не были известны. В результате его показаний было обнаружено изъято значительное количество наркотических средств и психотропных веществ. Ну и, собственно, в определенной степени раскрыта схема работы этой группы, руководитель, который находится в настоящее время в розыске. Собственно, благодаря вот этим двум обстоятельствам, сообщенным Кудрявцевым, в принципе, удалось установить наиболее полную картину совершенных преступлений. Ну и эти же обстоятельства, а отягчающих обстоятельств не было по делу в отношении него, позволили назначить наказание, не связанное с максимальным. Более того, уголовный закон в настоящее время запрещает назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы тем лицам, которые сотрудничают со следствием активно и не имеют иных отягчающих наказаний обстоятельств. При совместной операции сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области, Управления Федеральной службы безопасности России по Тверской области, Тверской таможни, Домодедовской таможни, при получении очередной партии психотропного вещества из-за рубежа злоумышленники были задержаны. Приговором Тверского областного суда фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 и 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. К сожалению, да. К сожалению, в последнее время дела о незаконном обороте наркотических средств стали достаточно распространенным явлением. Как правило, привлекаются по ним люди в молодом возрасте, ну, видимо, срабатывает отсутствие инстинкта самосохранения. И попробовав наркотические средства, попробовав тот эффект, который они приносят, люди утрачивают контроль за собой, становятся на этот путь. Ну, а в итоге, как правило, это осуждение на длительный срок лишения свободы. Потому что действительно это преступления, которые относятся к тяжким и особо тяжким, и заслуженно отнесены к таковым, поскольку ставят под угрозу не только здоровье тех, кто занимается этим, но и общественное, если можно так выразиться, здоровье.